Привет, друг! Ты на канале J-Centers, меня зовут Джон Кармилицин и это 39-й новостной CG-выпуск с новыми обновлениями, событиями и технологиями. В этом выпуске EmberGen поделились скрином новой сборки, релиз Blender 2.92, возможности предстоящего ZBrush 2021.6, ребрендинг-хаус-групп разработчиков V-Ray и обновления Unity. Вышел Blender 2.92. Автором новой заставки является художница из Польши. Нововведений и улучшений довольно много, расскажем о самых интересных. Самым примечательным является новая система Geometry Notes. Изначально в нодовой системе можно было только создавать и разбрасывать объекты по поверхности. Сейчас, помимо этого, добавили ноды для работы с самой геометрией. Отметим, что новичкам Geometry Notes, скорее всего, будет очень сложно разобраться. Поскольку некоторые ноды требуют введения атрибутов объектов, ну то есть значений, характеризующих этот объект. Необходимо будет самому вручную все вбивать и подсказок по необходимым командам пока что не добавили. В описании оставили ссылку на демо-файлы по гео-нодам. Четвертый раздел снизу. Кстати, новая система наверняка зайдет тем, кто работает с Motion Graphic. Инструмент Add Object позволяет размещать в сцене простые геометрические примитивы, выделяя поверхность рамкой, а затем подстраивая примитив под нужную форму. Также в прошлых выпусках мы говорили о введении системы APEC для стабильной симуляции жидкостей малого масштаба. Cycles получил поддержку GPU-ускорения на картах Intel Iris Xe. Volumetric Rendering теперь поддерживает Nano VDB, грубо говоря, более оптимизированный формат OpenVDB. Время рендеринга, конечно, увеличилось, но использование памяти значительно сократилось. Некоторые другие фичи мы уже рассказывали, подробную информацию найдешь в документации. В скором времени выйдет новая сборка Embergen, и для фанатов мы сейчас покажем кусочек нового интерфейса. Один из наших подписчиков потеребил джанговцев, и они не выдержали и скинули первый скрин. Ну что ж, теперь справа располагается нодовая система, хотя это и не так важно. Главное, что тайм-линия теперь визуально выглядит гораздо удобнее и практичнее. Каждый элемент в ноде структурирован на разделы, что позволяет конкретно ориентироваться в тех местах, где это необходимо. В прошлой версии в каждой нодовой системе все настройки были единые, без вкладок. Да и вообще весь интерфейс выглядит гораздо стильнее. Теперь осталось ждать релиз с поддержкой Олимбика и не только. После выхода новой сборки мы обязательно выложим обзор. Pixel Logic анонсировала новые возможности в предстоящем ZBrush 2021.6. Обновление запланировано на начало марта. В новой сборке добавили инструменты для скульптинга на основе кривых, ну в том числе кисти Curve Alpha и Snake Curve, которые создают сложные формы вдоль кривой. Также универсальную систему Mesh From Mesh, которая преобразует 2D-маски в 3D-геометрию. С помощью новых ползунков Band Start и Band End можно контролировать, где и как изгибается кривая при ее переносе. Или же наоборот фиксировать детали, чтобы предотвратить их изгиб. Инструменты LASSO теперь используют Lazy Mouse. Это система для автоматического сглаживания дрожания движений от руки. Все возможности представили на недавнем стриме, ссылочка в описании. Houdini Engine для Unreal и Unity теперь для всех бесплатен. Плагины позволяют импортировать объекты, созданные в Houdini, в Unreal или Unity, ну и редактировать их непосредственно внутри игрового движка. Еще на сайте можно найти установщики для 3ds Max и Maya. Cinema 4D, увы, нет. Для 3D-пакетов уже потребуется лицензия. В описании оставили ссылку с информацией о бесплатном Houdini Engine для Unreal и Unity. Опять же Unity, и она запустила Unity Forma, расширение для редактора Unity Editor. Дополнение позволяет легко создавать, править и публиковать 3D-модели в реальном времени в мобильных приложениях, браузере или ПК. С Unity Forma можно одновременно настраивать несколько вариаций одной модели в различных точках. И получается, что вместо нескольких проектов идет централизация работы в едином конвейере, что значительно повышает эффективность. Unity Forma содержит два пайплайна для рендеринга. Это High Definition Render и Universal Render. Первый предназначен для ПК или браузера. Работа браузера осуществляется на облачной платформе. Из интересного, HDRP поддерживает трассировку лучей в реальном времени. Universal Render Pipeline или сокращенно URP обеспечивает хорошую графику и производительность в реальном времени на платформах с ограниченной производительностью, то есть для мобильных браузеров. URP балансирует в отношении освещения и затенения. Чтобы посмотреть все возможности Unity Forma для браузера, переходи по ссылочке в описании. Там же можно прочитать, как команда Unity реализовала этот проект. Unity Art Engine получил обновление 2021.1. Art Engine помогает создавать сверхреалистичные материалы с использованием искусственного интеллекта. В программе имеется множество полезных функций, которые выполняет искусственный интеллект. Например, с АПРЕС можно увеличить исходное разрешение изображения без потери качества. Также АИ сможет легко удалять явные артефакты. Еще имеются инструменты удаления швов на материале, изменение искажений текстуры и удаление каких-либо проблематичных участков с дальнейшим заполнением. Также Art Engine позволяет создавать PBR материалы. Помимо этого, недавно внедрили новые функции по разбросу объектов. Улучшение нормали, настройку noise и ambient occlusion. В анонсе обновления особое место заняла новая функция Style Transfer, которая позволяет применять эффекты одного изображения для другого. Все возможности можно опробовать в течение бесплатного периода. Blackmagic Design выпустила DaVinci Resolve и DaVinci Resolve Studio 17. Это крупнейший выпуск с более чем 100 новыми функциями и 200 улучшениями. Расскажем о некоторых из них. Одной из новых функций в бесплатной версии является многопользовательская совместная работа. В ColorPage представлены новые инструменты градации HDR. Новая палитра HDR позволяет создавать собственные цветовые круги для какой-то целенаправленной коррекции. Magic Mask теперь использует Neural Engine DaVinci для автоматической изоляции и отслеживания объектов. Подходит для создания масок всего человека или определенных частей, таких как лицо или руки. Теперь можно открыть три вектороскопа, настроенных на разные диапазоны тона и масштабирования, что позволит одновременно видеть тени, полутона и блики. DaVinci Resolve 17 – крупнейшее обновление в истории Firelight. Firelight Audio Core вместе с Flex Bass обеспечивают поддержку более 2000 треков. Теперь вы можете анализировать громкость, просматривать переходные процессы и перемещаться по ним. Ну, просматривая видео во время редактирования, автоматизировать перемещение, экспортировать многоканальные файлы и многое-многое-многое другое по ссылочке в описании. 3 Polygon выпустил U-Modeller Lite – бесплатную версию своего инструмента для 3D-моделирования в Unity. U-Modeller был выпущен еще в 2017 году и значительно упрощал моделинг внутри игрового движка. На тот момент он позиционировал себя как более оптимизированную альтернативу, встроенного в Unity Pro Builder. U-Modeller позволяет не только моделировать, но и работать с Level Design, VFX и Concept Design. И сейчас 3 Polygon бесплатно предоставляет основные инструменты из коммерческой версии. Сравнить все возможности двух версий можно по ссылочке в описании. Разработчик V-Ray House Group переименовал себя в просто House. Помимо сокращения названия, House представила новый логотип для компании и ее ключевых продуктов. Однако изменения по неким причинам не захватили Corona Render, ну который House Group приобрел еще в 2017 году вместе с House Che. После ребрендинга, House выпустила обновление V-Ray 5 для 3ds Max, Rina, Revit и SketchUp. Ссылочка на документацию в описании, расскажем о V-Ray для 3ds Max. В стандартном материале V-Ray Materials появились новые режимы прозрачности, основанные на V-Ray Scatter Volume в системе подповерхностного рассеяния. V-Ray Override Material теперь сохраняет Bump, Refraction, Opacity и Self-Illumination. Помимо этого обновили материал V-Ray Material Translucence. Подойдет для рендера кожи, пластика, воска и многого другого. А также включили новый режим рендеринга для каустики, создаваемый прозрачными объектами, такими как стекло и вода. V-Ray GPU теперь обрабатывает Light Cache, что, возможно, ускорит рендеринг GI. Добавили поддержку масок во Frame Buffer, что подойдет для просмотра различных вариантов композитинга. Кроме того, в V-Ray Light Mix появилась возможность просматривать и настраивать сразу несколько DOM-Lights. Подробнее по ссылочке в описании. Наряду со всеми обновлениями, House запустила House Cosmos. Это новая онлайн-библиотека моделей и HDRi, оптимизированных для использования с V-Ray. Подходит для коммерческого использования. Каждая модель имеет три уровня детализации. Самый низкий для отображения в окнах просмотра моделирования V-Ray, средний уровень для V-Ray Vision и самый высокий для автономного рендеринга. Доступ к библиотеке можно получить онлайн или непосредственно из интерфейса V-Ray 5 для 3ds Max скетча «Привит Ирина». Со временем добавят поддержку Corona Render. Ссылочка в описании. На Oculus Quest появилось новое приложение OpenBrush, разработанное на основе недавнего открытого кода TiltBrush. Как описывают разработчики, это клон уже известного софта, и они выражают благодарность команде TiltBrush. В последней версии 0.2 внимание сфокусировано на добавлении большого количества функций, которые были удалены из исходного кода TiltBrush. К ним относятся вход в Sketchfab и Google. Ну и повторно добавлена запись GIF в 5 секунд. До этого мы уже говорили о TiltBrush и примерно это и предвидели. Либо приложуха должна была вообще загнуться, либо будет выпущен новый софт. Получился новый софт. Ссылочку оставили в описании. Криптоарт, да. Но как я мог это пропустить, сами понимаете. Я смотрю, сколько народу беспощадно борется вкидывать работы, которые делали всего пару часов. Ну есть, конечно, и хорошие. В надежде заработать куча баблишка. Кому-то везет, кто-то хитрее, смотришь на бешеные продажи и вау, мощно. Но сколько людей просто просрали свои деньги. Будьте аккуратнее с жаждой. Просчитывайте возможные коллабы, ну и маркетинг в целом. Мне прям супер по кайфу этот движ. Хотя бы потому, что я давно не ощущал вот эту вот массовость людей с репостами друг друга и взаимопомощью. Я за такой движ, это очень круто. Конечно, мы не обойдем эту тему и совместно в коллабе с Антоном Лукашук сделаем очень интересный челлендж. Поэтому подписывайся на наш канал, участвуй в конкурсе, который мы запустили в телеге. И до новых встреч.